МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на своем студии Роман Выстероп. Здравствуйте! И в этом выпуске вы увидите... Тур-слет-майовка. Каково это жить в палатках и наслаждаться природой в походе? Расскажет Илья Белозеров. Предприимчивый гость. Как житель Кировского округа решил нажиться на соседском добре? Точка притяжения. Как изменится облик Буденновска? В Ставрополе открылась очередная экспозиция проекта «Семьи героев». В этот раз организаторы собрали фото жен, детей и родителей ставропольских бойцов. Кира Мартынова познакомилась с героями выставки. Вот Ксения тоже. Мне кажется, это образ настоящей русской жены. Жена офицера. Потому что китель, вообще просто положение рук, сила глаз. Ну, не знаю, мне кажется, это очень сильно. На этой выставке невозможно выделить отдельный экспонат. Каждый мольберт с фото – это история страны, малой родины, семьи. А еще надежда – жены дождаться мужа домой. Гордость. Родителей за сына героя. 19 августа он погиб, защищая своих, накрыл своим телом ребят своих. Он командиром был. Вот такого сына выросли, воспитали. Но я еще раз хочу повторить, потому что это мать все сделала. И дома, и в школе. Она была учительницей ее и классно-руководительницей. Я благодарна фонду за то, что организовали вот такое мероприятие. Еще раз вспомнить наших детей, которые действительно настоящие герои своей родины. Как говорится, есть такая профессия – защищать родину. И они это выполнили сполна. А вот здесь один из самых счастливых дней в жизни Елизаветы Чернышевой. За несколько часов до снимка она обвенчалась в храме с любимым мужем. Каска моя, с которой я всегда была, мне ребята подарили мужа, сослуживцы, боевые товарищи. Она и сейчас у меня в багажнике лежит. Как у всех, кителя у нас нету красивого. У меня муж мобилизованный. Это его первая форма, которую выдали в городе Буденовске в части. Супруг Елизаветы героически погиб два месяца назад. Оставив самое дорогое наследство – четверых детей. Скоро родится пятый. Как я вчера узнала, будет третий сын. Будет Алексей, защитник. Старшие дети-то папу видели, помнят и будут знать. А вот новорожденный, он же папу уже не застал. Вот что вы самое главное скажете ему, каким был папа? Мужественным. Он никогда никого в своей жизни не предал. У него очень много друзей. Он был очень добрый. Он мог в любое время дня и ночи сорваться и пойти, поехать, помогать. У меня есть фотография, и на ней уже написано «Быть воином, жить вечно». Пусть живет вечно не только в моих сердцах, а в сердцах всей России. Проект «Семьи героев» появился в феврале прошлого года. Я никак не реагировала на то, что происходит вокруг СВО, какие-то переживания. А я как-то вообще не реагировала. То есть я не обсуждала это с близкими. А в какой-то момент я поняла, что так дальше нельзя. То есть ты либо помогай, либо что-то делай. Ну то есть отсиживаться не получается. Организаторы увидели самарский проект «Жены героев», который представили президенту, взяли разрешение у авторов и реализовали на Ставрополье. Со временем проект разросся. Кроме жен бойцов, в него вовлекли родителей и детей героев. В этот раз в экспозиции 20 мольбертов. Немножко по кусочку с каждого проекта. В первую очередь шло предпочтение тех, кто не выставлялся. Потому что наша какая-то такая позиция, что мы не можем, да, вот взяли одни портреты, и вот мы там одних и тех же людей. Хочется, чтобы больше людей было, больше людей узнали. Поэтому брали тех, кто не видели портреты. Выставка будет работать месяц. А в начале июня организаторы планируют открыть экспозицию, посвященную детям героев. Кира Мартынова и Артем Хорошилов, Ставропольское телевидение. И переходим к информации по коронавирусу. За минувшую неделю с инфекцией справились 113 жителей края. Общее число выздоровевших в регионе превысило 272 тысячи. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в соцсетях. За прошедшие дни выявили 91 случай заражения. Не забывайте о правилах эпидпрофилактики. И теперь переходим к происшествиям. В Изобильном 8-летняя девочка вышла на дорогу около дома. В ребенка влетел 17-летний подросток на мопеде, пострадавшая в больнице с травмой головы. Известно, что родителей девочки в момент ДТП рядом не было. А у парня в силу возраста нет прав. Полицейские выясняют степень вины каждого. А других ЧП в оперативной сводке. Опрометчивый поступок. В селе Покойном инспекторы ГИБДД заметили виляющий скутер на дороге. За рулем сидел 49-летний мужчина. Мало того, что у него нет и не было прав. К тому же водитель был пьян. Однако от медосвидетельствования он отказался. Теперь нарушителю грозит штраф и административный арест. Испортил будущее. В Невиномыске 24-летний парень купил в интернете наркотик для последующего сбыта. Злоумышленник успел сделать несколько закладок, когда его задержали полицейские. Вес изъятой запрещенки около 90 граммов. Наркоделер под стражей. Возбуждено уголовное дело. Предприимчивый гость. В Кировском округе 29-летний парень выпивал 75-летней соседкой. Когда женщина уснула, гость прошерстил дом, забрал деньги из шкафа и вывез на машине часть металлолома. На следующий день парень снова отправился к женщине. И история повторилась. Однако не заметить пропажу почти полтонны металла трудно. Нехозяйка заявила в полицию. Злоумышленник ответит за кражу по закону. В поселке Щелканье обустроили детскую игровую площадку. Там постелили безопасное резиновое покрытие, установили горки, качели и скамейки. Работы провели по губернаторской программе поддержки местных инициатив. О других новостях края расскажем в нашем обзоре. В Буденновске благоустраивает сквер Улыбка. Там проложат пешеходные дорожки, установят скамейки, урны и арт-объекты. Обустроят детские и спортивные площадки, сообщили в региональном Мидоре. Работы проводят по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье» и «Городская среда». Завершить благоустройство планируют осенью. В селе Журавском летом стартует капитальный ремонт врачебной амбулатории. В здании обновят кровлю, полы, инженерные коммуникации, окна и двери, сообщили в региональном Минздраве. Также приобретут оборудование и мебель. Работы проведут по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Новоалександровском округе ремонтируют 7-километровый участок дороги Тимешбекский-Краснокубанский. На отрезке меняют покрытие проезжей части и укрепляют обочины, сообщили в региональном Миндоре. Позже установят знаки и нанесут разметку. Ремонт проводят за счет средств краевого бюджета. Завершить работы планируют к концу лета. В Пятигорске в самом разгаре слет Майовка. На Ставрополе съехались туристы со всей России. Обсуждают развитие пешеходного туризма нашей страны и прорабатывают деятельность гидов. Каково это жить в палатках и зачем люди ходят в поход? Азы пешеходного туризма узнал Илья Белозеров. Вот то, что мы сейчас гуляем, можно назвать походом? Конечно, это тоже поход. Походом мы гуляем на природе. А в чем вот именно прикол похода, в чем смысл? Похода – это возможность побыть с собой, привести свои мысли в порядок. Для меня, как для человека, который ни разу не был в походе, Туруслет Майовка – отличный шанс узнать много нового о пешем туризме. Вы, как опытный турист, можете рассказать, в лесной местности, где ничего нет, как воду можно найти? Ну, например, один из способов. Можно, например, использовать дождевик на мне сейчас. Можно, например, растянуть его где-нибудь, на шнурки свои. Оставить там на утро, например, конденсат соберется, он стечет в какую-нибудь емкость, или листик какой-нибудь найдете, широкий такой лопух какой-нибудь. А сейчас, например, можно так сделать, или как лучше поступить? А сейчас самый лучший вариант – зайти в палатку и скулировать. И турист реально оказался опытным. В это сложно поверить, но меньше чем за минуту мы смогли добыть такой драгоценный ресурс, как вода. На Майовке можно научиться многому. Участникам провели лекции. Сегодня мы встречаемся именно в этом месте уже третий раз, при этом Майовку мы проводим второй раз. И цель именно этого туристического слета – это подготовить уже региональные команды и наставников, тех, которые будут в течение туристического сезона летнего водить детей и молодежь в походы. Ну, уже в таком масштабном порядке. Майовка – это точка притяжения не только для молодежи. Сюда приехали и взрослые участники. Туризм я полюбила в 1970 году. Еще юной девчонкой мне было 15 лет. И мы были на Турбазе, Алтайская бухта. И у нас должны были на плотах плыть, а пошли через перевал, 333 маршрут был. Это было замечательно. У нас были хорошие инструктора. Мы спали в палатках, было столько смеха. Понимаете, в общем-то я в туризм влюбилась. И дети у меня тоже, как-то что, на природу. Песни под гитару у костра. Умение приготовить чай вдали от газовой плиты. Настольные игры, веревочный парк. А главное – теплая дружеская атмосфера. Но Майовка – это не только про активный отдых. Здесь еще прорабатывают дальнейшее развитие туризма в России. Планируем мероприятия, которые будем проводить в нашем регионе. Сейчас получим полный план, разбор будет. Как мы будем проводить, какой формат лекции, каких будут ресурсы. С чем можно связаться, с кем можно поговорить. И такое задание у всех представителей туризма в 89 регионах России. Возможно, это задание и предопределит судьбу походов нашей страны. Поход – это всегда путешествие, поход – это всегда приключение, поход – это всегда про полезность, потому что в походе мы приобретаем невероятно важные навыки, которые пригодятся вообще всегда в повседневной жизни. Это умение распределить роли в команде, это всегда еще, кстати, про командную работу и про коллективную деятельность. Поход – это всегда про коллектив. Навыки оказания первой помощи, ориентирования на местности, навыки действительно распределения ролей, умение быстро принять решения. К походу всегда нужно быть готовым, поэтому опытные туристы рекомендуют прорабатывать план заранее. Можно даже нарисовать схематическую карту. У нас подвигается маршрут 3 километра до озера Юлюксер. На этом озере мы потом ставим палатки, бивак, далее мы делаем какое-то мероприятие, ставим, допустим, КП, они там проходят какой-то маршрут тоже. Проводим инструктаж тоже, соответственно, на месте по технической безопасности, да, по поведению, соответственно, правил поведения. Какое-нибудь развлекательное мероприятие, мы их учим узлам, то есть узлы, да, у нас спортивное ориентирование. Теорию выучил. Нужно отправляться применять ее на практике. Воду мы уже нашли, осталось придумать место для ночлега. Вообще эта местность подойдет? Как? Вроде ровненько здесь все. Ну, истинные туристы всегда смотрят, в первую очередь, не вниз, а сначала смотрят вверх. Чтобы выбрать место для лагеря, очень важно посмотреть, чтобы не было сухих деревьев, которые могут упасть на палатки. А потом уже смотрим, где поровнее. Место вполне подходящее. Все безопасно. Осталось разобраться с дикими животными. От палаточек выберем место для кострового, где мы будем приготовить пищу. И на ночь сделаем надью, которая будет ночь гореть, кутрут ледь, потому что звери очень боятся огня. Ну, и так себя и обезопасен получается. Так себя, да. Всероссийский турслет «Майовка» стал точкой притяжения для почти тысячи туристов со всей России. Это отличная возможность получить новые навыки, опыты, знакомства, а также насладиться природой и чистым воздухом. Обязательно отправятся в поход Илья Белозеров и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Это все к этому часу. Еще больше новостей вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv или в социальных сетях. Также вы можете присылать нам свои обращения на номер 8 928 350 8070. В студии был Роман Выстероб. Продолжит наш эфир Алексей Форсиков с прогнозом погоды. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на вторник, 21 мая. Неделя потепления. Продолжается. Все прекрасно. Центральные территории края. Ветер 4-5 метров в секунду. Без осадков. Облачно с прояснениями. Температура такая. Ставрополь плюс 20. Минводы плюс 22. Невиномыск плюс 23. Изобильный плюс 24. Световой день 15 часов 6 минут. Магнитное поле спокойное. На курортах тоже за 20. Конечно же, тепла. Но кроме Кисловодска, это такая традиция на Каминводах. В Пятигорске плюс 21. В Весендуках плюс 20. А в Кисловодске плюс 18. В Железноводске плюс 19. И ветер над санаториями до 5 метров в секунду. Север и восток Ставрополь. Также облачно с прояснениями. Там еще теплее. До 26 тепла будет в Дивном и Буденновске. Ну а в Нефтекумске и Ипатово всего плюс 25. Ветер 3-4 метра в секунду. Лето близко. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин